Время собирать потерянные земли. 15 марта в Чувашии стартовала народная инвентаризация. О том, как будут разыскивать бесхозные участки и как вообще повысить эффективность использования государственного имущества, говорили сегодня на заседании правительственной комиссии. Если неиспользуемые земли вовлечь в оборот, то это позволит пополнить казну и направить дополнительные средства на социальные нужды. Об этом говорил глава Чувашии в своем послании к госсовету. Только вот прежде эти самые неиспользуемые земли надо найти. Этим в республике собираются вплотную заниматься в ближайшие два года. За это время в Чувашии создадут реестр пустующих и неэффективно используемых участков. Инвентаризацию земельных участков на территории республики предполагается и планируется провести с учетом следующей особенности. Первое. Этой инвентаризации подлежат только свободные земельные участки категории земель населенных пунктов. К поиску планируют активно привлекать общественность. Недаром нынешнюю инвентаризацию назвали «народной». Так, к примеру, на сайте администрации города Чебоксар уже появился соответствующий баннер. Он содержит всю информацию, куда можно обратиться, если у вас на примете есть бесхозные гектары. Инвентаризацию проведут в два этапа. Для начала нужно определиться, как этот процесс будет проходить. Разработать методические рекомендации, составить планы и графики осмотра земель. Создать специальные рабочие комиссии и группы. Ну а когда реестр будет готов, останется найти землям полезное применение. Следующий вопрос в повестке дня касался не только госимущества, но и спортивного будущего региона. Речь шла о создании автономного учреждения под названием «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской республики имени Арделена Игнатьева». Этот центр существует и сейчас, только в другом статусе – бюджетное учреждение. Впрочем, изменится не только статус. К центру присоединят стадион «Олимпийский». Предлагаем к реализации мероприятия направлено на повышение эффективности использования имущественного комплекса крупнейшего в Чувашии спортивного сооружения – стадиона «Олимпийский» и создание на его базе единого спортивного центра, способного оказывать значительный комплекс услуг физкультурно-спортивной направленности, доступных для всех слоев населения. Кроме того, считают специалисты, это позволит улучшить условия для подготовки спортсменов и команд высокого уровня. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.